Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Недавно рассказывал, как на мои маленькие елочки, выращенные из семян, напал какой-то неведомый вредитель. И практически на моих глазах был уничтожен один сеянец вот такой елочки. Видите, происходило это ранним утром, выглядело очень таинственно, даже жутковато может быть, как мне писали некоторые зрители канала. И ко мне возникло много вопросов, дескать, почему я сразу не принял меры по поводу поимки этого неведомого вредителя. Но дело в том, что мне было некогда этим заниматься, надо было уходить по делам, а все-таки эта работа серьезная. Надо было где-то высыпать этот грунт и тщательно все рассматривать. Поэтому я поступил следующим образом. Взял стаканчик, где находится этот вредитель, убежать он не мог. Все это делалось очень быстро. Упаковал его в полиэтиленовый пакет и убрал в другую комнату до лучших времен. И только после обеда, когда уже у меня было время, я аккуратно высыпал на поднос весь вот этот грунт из стаканчика и тщательнейшим образом попытался все рассмотреть и найти вредителя. И должен вам сказать, что это мне не удалось. Конечно, я уж в пыль каждый комочек мизерный не размалывал, не промывал и так далее. Но предварительный осмотр более или менее тщательный, ничего не дал. Вредитель, видимо, был очень мелкий или очень-очень хорошо маскировался под совершенно маленькие комочки грунта. И обнаружить мне его, к сожалению, не удалось. Но время терять было жалко и я недолго думаю, просто весь этот грунт и даже стаканчик, поскольку он был старый, утилизировал. Так что надеюсь, что вредитель понес заслуженное наказание. Однако, возможно, эта история получила неожиданное подтверждение. Вчера, чисто случайно, в торфе, который я покупал в магазине, было обнаружено вот такое насекомое. По-моему, это какой-то жучок. Я его поймал и попытался рассмотреть. Жучок довольно мелкий. Вот видно, какого он размера. Жучок, конечно, сначала попытался сделать вид, что его не существует. Замаскироваться, перестал двигаться. Но, однако, я проявил терпение. И жучок понял, что маскироваться бесполезно и попытался удрать. Вот он довольно шустро передвигается. Ну, а я пытался одновременно его рассматривать. Трудно сказать, это виновник гибели моей елочки или нет. Вот жучок продолжал удирать. И, в конце концов, ему надоело. И он попытался даже улететь. Вот он расправил крылышки и попытался удрать. Но стекло ему помешало. И он был пойман и уничтожен. Уж не знаю, зря или нет я это сделал. Но рисковать уже больше не хочу. Но, как бы то ни было, не очень приятно, когда вот в покупных грунтах или в торфе, вот как в моем случае, попадаются вот такие подозрительные насекомые. Но у меня очень большое подозрение, перерастающее в уверенность, что этот жучок никакой пользы принести не может. А скорее он вредитель. Ну, делать нечего. Вот такие вещи бывают, происходят при выращивании рассады. Ну и в конце пожелаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.